Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов. Недавно в новостях наткнулись на сообщение о том, что на встрече в Японии министры по вопросам гендерного равенства стран Большой Семерки обязались принять меры по устранению экономического неравенства между мужчинами и женщинами путем расширения прав и возможностей женщин. Если сказать простыми словами, в странах Большой Семерки хотят сделать доход мужчин и женщин одинаковым за счет широкого доступа женщин к руководящим должностям и увеличения их загруженности в трудовой деятельности. По мнению этих министров, полное, равноправное и значимое участие женщин в принятии решений на всех уровнях власти и во всех сферах жизнедеятельности общества является вопросом прав человека и приносит пользу, улучшая экономические, социальные и политические результаты. Многим женщинам мира, отчужденного от Бога, пожалуй, понравятся планы министров по обеспечению гендерного равенства в экономике. Почему? Если их положения и доходы будут равными, это поможет им покончить с зависимостью от мужчин, чьи рычаги власти над прекрасной половиной человечества строятся в основном на существенной разнице в доходах. Ведь ни для кого не секрет, что многие женщины, желающие создать семью, выбирают себе пару, ориентируясь на материальный доход будущего супруга, так как их собственный доход, как правило, невелик. А уравнивание в доходах, во-первых, лишит мужчин денежных рычагов управления и поможет женщинам при выборе пары быть более свободной, ориентируясь не только на содержимое кошелька избранника. А во-вторых, лишившись возможности заинтересовать любимую чарами своих денег, мужчине придется искать какие-то другие способы удержания ее подле себя. А это очень непросто. Придется, например, оставить плохие привычки и меняться в лучшую сторону, что, впрочем, принесет им и их семье огромную пользу. В общем, как может показаться на первый взгляд, решение министров гендерного равенства сделать одинаковыми доходы мужчин и женщин – это хороший шаг. Мы же решили рассмотреть пользу от этого шага в свете Библии и вам предлагаем сделать это вместе с нами. Но прежде скажем пару слов о значении гендерного равенства. Стремление уравнять мужчин и женщин в разных сферах жизнедеятельности человеческого общества на Западе прослеживается еще с 1785 года, а на территории бывшего СССР, можно сказать, после революции 1917 года. Но за последние десятилетия борьба за права женщин против их дискриминации по половому признаку, так называемое феминистское движение, набирает особо ощутимые обороты. Все больше расширяется география у заявлений о том, что у женщин не должно быть меньше политических, экономических и гражданских прав только потому, что они женщины. Ведь женщина – это тоже человек. Феминизм, однако, не означает, что женщины хотят стать главнее мужчин и установить матриархат, свободно меняя своих мужей. Ссылки на источники информации мы дадим в описании к этому видео. Феминизм означает лишь борьбу с патриархатом, с засилием системы, где власть на всех уровнях, будь то семья или политика, сосредоточена в мужских руках, потому что биология мужчин имеет больше возможностей, например, физическую силу. А женщины по своей природе должны быть нежными и хрупкими, нуждающимися в мужской силе и защите. Хотя такую оценку женской сущности слышать приятно, однако, именно она и дает мужчинам основания не допускать слабый полк к тем сферам и ролям, которые связаны с властью и высоким социальным статусом. А по мнению министров гендерного равенства и феминизма, неравенства в политике, власти, образовании и высоком социальном статусе нельзя оправдывать различиям женщин и мужчин по своей природной сущности. Дескать, хрупкие по природе женщины, также успешно могут управлять государством и должны иметь высокий доход, как и сильные мужчины. А что говорит Библия о гендерном, экономическом и социальном равноправии? Давайте выясним. В замысле Иеговы предназначение у мужчин и женщин разное. Это ясно, например, из 1 Коринфянам 11 главы 7 стиха, где сказано, что муж – это образ и слава Божья, а жена – это слава мужчины. Так как мужчина создан для того, чтобы отражать славу Бога, главы всего мироздания, значит, у мужчин больше способностей и возможностей для роли главы и успешного руководства семьей любых масштабов, от своей личной до государственной. Это преимущество мужчин легко понять еще и потому, что Ева, сотворенная из ребра Адама, это лишь часть Адама, а целая – больше части. Стало быть, способности и возможности для роли главы у Адама больше настолько, насколько Адам, образно говоря, больше своего ребра. В первом послании Тимофея 2 главе 12 по 15 стихи это отличие мужчины от женщины, как части целого, показано в руководстве для жен. Например, женам запрещается пытаться руководить мужем, указывая, что ему делать и как. Напротив, жена должна искать руководство мужа и послушно принимать его, не пререкаясь. Почему? Именно потому, что сначала Егова создал мужчину, а женщина создана после мужчины и в помощь ему, а не для того, чтобы командовать им. Поэтому и вести себя в семье она должна как помощница супруга, а не как глава над ним. И, поскольку статус главы выше статуса помощника, стало быть, статус мужчины естественным образом должен лидировать и в вопросах власти, политики и экономики. Кроме того, в первом Тимофею 2 главе 13 стихе указана особая проблема женщины в сравнении с мужчиной, а именно, женам напоминают о том, что не Адам, а Ева соблазнилась на заманчивое предложение дьявола в Эдемском саду. То есть, здесь как бы между строк звучит мысль о том, что если бы хитрый змей соблазнял Адама хитрым побуждением нарушить заповедь Бога, у него ничего бы не вышло. Почему? Не потому, конечно же, что Ева хуже Адама. Ведь как Адам, так и Ева были созданы совершенными, без единого изъяна, что нам известно из Старозакония 32 главы 4 стиха и Экклесиаста 7 главы 29 стиха. Ну, а почему же тогда? Да потому, что Ева в замысле Бога просто не предназначена для того, чтобы принимать важные и судьбоносные решения без совета с мужем. Поэтому, со времен создания первой женщины ожидать, что она сама по себе без совета с мужчиной примет полезное судьбоносное решение так же неразумно, как неразумно, например, ожидать от петуха, что он будет нести яйца и высиживать птенцов, поскольку у него совсем иное предназначение. О предназначении мужчин советоваться с Богом при принятии решений мы поговорим позже. А пока что фиксируем главную мысль отличий между мужчиной и женщиной. Хотя мы не можем знать всех тонкостей причин, почему по замыслу Иеговы именно мужчине отводится главенствующая роль в организации семьи и жизнедеятельности общества в целом, однако из описания отличия создания мужчины и женщины из некоторых библейских сюжетов и текстов, приведенных ранее, а также из опыта жизни можно заметить, что хотя и мужчина, и женщина могут и мыслить, и чувствовать, однако мужчины больше опираются на разум, а женщины на чувства и эмоции. Поэтому большая здравость при принятии полезных решений присуща мужчинам, а не женщинам. видимо, по этой причине, призывая хранить здравомыслие и рассудительность, Иегова обращается именно к лицам мужского пола. Например, в притче в 3 главе 21 стихе «Бог призывает хранить рассудительность и здравомыслие, обращаясь к сыну». Слова из притч 2 главы с 1 по 11 стихи о том, что рассудительность будет оберегать от пути зла, тоже обращены к сыну. А в притчах 1 главе 4 стихе сказано, что мудрость притч Соломона предназначена для того, чтобы знание и рассудительность дать юноше. А вот в отношении чувств и эмоций женщина на первом месте. Это обусловлено ее предназначением быть матерью. Поэтому, например, в притчах 10 главе 1 и 17 главе 25 стихах для случая, если сын у родителей будет глупым, подчеркивается огорчение матери и раздражение отца. Мать в этом случае страдает, так как ей жалко сына. А отцу досадно, что глупый сын ему не помощник в деле и не опора для семьи. Почему руководство разумом полезнее руководства чувствами и эмоциями? Источником чувства и эмоций является сердце, но у всех потомков Адама оно лукаво и испорчено склонностью ко греху. Сравните 1 царств 2 главу и римлянам 9 главу 2 стихи, где сказано о том, что именно сердце, а не разум, испытывает чувство радости или печали со словами из Иеремии 17 главы 9 стиха об испорченности сердца. Это объясняет, почему здравость мышления, присущая мужчине в соответствии с его предназначением, приносит больше пользы главенству по сравнению с женщинами, движимыми главным образом чувствами и эмоциями, что обусловлено их предназначением. А также эта особенность женщин объясняет, почему женщину проще обольстить сладкими речами и ввести в заблуждение. Поясним. Дьявол не случайно выбрал для обольщения не Адама, а Еву. Он присутствовал при ее сотворении и знал об особенностях ее чувственной натуры, склонной к тому, чтобы легко откликаться на лесть, не подключая разум, то есть не анализируя информацию. Также и апостол Павел описывая картину последних дней для века правления дьявола обратил внимание на то, что некоторые лжебратья будут хитростью обольщать именно женщин, а не мужчин. А те будут попадать в сети обольщения и действовать разрушительно даже в христианских собраниях. Можно открыть это предупреждение апостола Павла во 2 Тимофею 3 главе 6 по 8 стихи. Также в Деяниях 13 главе 50 стихе описан случай, как иудеи, желая уничтожить апостола Павла, действовали через женщин и преуспели в этом. Павел был изгнан из Антиохии. Почему лукавые деятели во все времена действуют через женщин? Да потому что род женщин, начиная от Евы, по природе своего предназначения, более движим чувствами и эмоциями, нежели разумом. Это приводит к тому, что женщины более впечатлительны, доверчивы и более склонны принимать всякого рода льстивые речи по сравнению с мужчинами. В мире Бога эмоциональность и впечатлительность женщин несомненно украсят жизнь общества. Но в мире дьявола из-за этих свойств женской натуры вести женщин в заблуждение гораздо проще, чем мужчин. Этим и сегодня пользуются многие лукавые деятели. Их обман преподносимы сладкоголосыми речами именно женщины легко принимают за правду. А так как среди взрослого населения женщин больше, мужчин, лукавым политикам проще продвигать свои идеи через впечатлительный женский электорат. Предлагаем вашему вниманию небольшой видеосюжет в подтверждение этих мыслей. Смотрите пожалуйста на экран. И так в отличие от мнения министров гендерного равенства Библия показывает что именно разная природа или разная биология мужчины и женщины влияет на распределение тех ролей которые Иегова отвел им в своем замысле в согласии с их разным предназначением И благо будет лишь той женщине которая вместо стремления к власти над мужчиной сохранит в себе нежность и хрупкость женственности и будет способна покориться мужу признавая его главенство над собой подобно Саре В 1 Петра 3 главе 6 стихе сообщается о том что Сара повиновалась Авраму искренне считая его господином потому она и обращалась к нему как к своему господину с глубоким уважением и почтением кто-то может сказать что Саре было легко относиться к Авраму как к своему господину так как он соответствовал данному статусу и это действительно так Аврам жил в соответствии с предназначением мужчин по замыслу Бога то есть он во всем слушался Иегову опирался на разум и не принимал решений без совета с Богом это помогало ему мысли здраво быть опорой для семьи и в целом управлять ею правильно поэтому Сара как жена чувствовала себя за мужем как за каменной стеной однако жены подражающие женственной и покорной мужу Саре могут принести пользу в семье даже если их мужья неверующие в 1 Петра 3 главе с 1 по 7 стихи сказано что кроткие немногословные и послушные жены могут побудить неверующего мужа обратить внимание на Иегову благодаря богобоязненному поведению ведь нежность и любящие сердца христианки способны растопить даже ледяные глыбы неверия образно говоря а если жена груба и пытается властвовать над мужем такой брак не будет счастливым и долго не продержится почему потому что предназначение женщины быть нежным и хрупким сосудом а не властной дамой с веслом готовой нанести удар по голове каждому кто посмеет ей возразить сравнительный образ этой наглядности показан на почти юмористическом рисунке ну мы говорим почти потому что в современности образ дамы с веслом встречается среди эмансипированных женщин гораздо чаще чем образ хрупкой вазочки смотрите на экран и подумайте какой из женских образов более соответствует предназначению женщины в замысле бога впрочем и мужчины соответствующие своему предназначению похожи на разумного и богобоязненного Авраама тоже в современности встречаются нечасто они не против чтобы их считали господином но сами этому статусу зачастую не соответствуют однако даже в этом случае если же она похожа на хрупкий и нежный сосуд то даже неверующему мужу хочется не заботиться и беречь ее обращаясь с ней с осторожностью и нежностью это укрепляет семью а если жена властна и груба мужу трудно догадаться что она нуждается в заботе и нежном обращении поэтому он утрачивает интерес к ней не случайно в связи с созиданием или разрушением семьи Библия упоминает жену а не мужа можно открыть притчи 14 главу первый стих таким образом предназначение женщины заключается в том чтобы укреплять семью не желанием верховодить а нежностью чуткостью и уважением к мужу что же имеем в итоге гендерное равенство в экономике и социуме с точки зрения Библии это явление противоестественное оно не соответствует предназначению мужчины и женщины замысле их сотворения мужчине природно быть сильным и выносливым главой семьи обеспечивающим домашних всем необходимым а женщине природно быть хрупкой и нежной помогая мужу в том в чем нужна ему помощь в заботе о детях пище чистоте дома и так далее она должна хранить домашний очаг так чтобы в нем всегда было тепло и уютно такую жену муж всегда будет ценить и дорожить ею а жена будет чувствовать себя за мужем как за каменной стеной можете сравнить притчи 24 глава 27 и 31 главу с 10 по 31 стихи а теперь давайте рассмотрим к чему приводит стремление женщин стать на одну ступень с мужчиной в социуме и экономике уравниваясь с ними во власти доходах должностях и так далее допустим права мужчины и женщины во всем уравняют казалось бы и что же в этом плохого перечислим к чему это приводит впрочем все что мы перечислим уже давно наблюдается в современном обществе именно благодаря тому что в странах где приветствуется эмансипация женщин ну кроме мусульманских женщины рвутся к власти не желая быть зависимыми от мужчин в доходах и так к чему приводит уравнивание мужчин и женщин в доходах размышляем во первых это бьет по мужскому достоинству что заложено в мужчину при сотворении и связано с их потребностью возглавлять обеспечение семьи всем необходимым и трудиться для этого во вторых женщины движимые эмоциями неизбежно приступают за грань равенства и поднимают себя на ступень выше мужчин становясь образно говоря властными дамами с веслами что подавляет мужской иммунитет здравомыслия это это в свою очередь порождает явления третья и четвертая опишем явления третья в среде мужчин формируется прослойка альфонсов а остальные мужчины чьи жены стали занимать более высокий пост и приносят в семью больший доход переживают ущемление своего мужского достоинства из-за чего со временем они утрачивают здравомыслие и например спиваются особенно если жена упрекает его тем что она в доме и муж и жена теперь явление четвертое у мужчин теряются рычаги воздействия на женщин до тех пор пока женщина материально зависима от мужчины удерживать ее в русле послушания мужу что полезно семье возможно но как только она добивается гендерного равенства в доходах то перестает воспринимать мужа как своего благодетеля гордыня возможности верховодить и самой принимать решение ее неизбежно переводит в режим непокорности и пренебрежения мужем даже на супружеском ложе мужское достоинство из-за этого попирается вдвойне и поскольку физиологические потребности у мужчины никуда не деваются он либо начинает искать интерес на стороне либо переводит себя в режим слабовольного человека из-за чего формируется явление пять на котором сломались Адам и Соломон а именно мужчины любящие своих жен смиряются с верховенством над ними то есть становятся подкаблучниками из-за чего способность мыслить здраво у них исчезает и они во всех вопросах начинают идти на поводу у своих жен и грань этих изменений в семье как правило так незаметна что даже при желании понять непонятно то ли жена стала верховодить потому что муж слаб и предпочитает идти у нее на поводу то ли муж ослаб потому что жена стала верховодить Адам например прилепился к своей жене больше чем к Егове из-за чего он стал ведомым вместо ведущего и совершил непоправимый проступок пошел на поводу у неразумной Евы вместо того чтобы поразмыслить и принять здравое решение выбрав послушание Богу а Соломон ведомый мирскими женами со временем так ослаб разумом что отступил от Еговы и впал выдало поклонство сравните притчи 31 главу 3 стих видимо когда он осознал это тогда и пришел к выводу что горше смерти женщина потому что она сеть в сердце ее силки руки ее оковы и не может ни один плотской мужчина в том числе и современный устоять против ее обворожительных чар потому и совершает безрассудные поступки покорно идя у нее на поводу со времен Адама словно вол идет на убой в подтверждение этим эпизодом можно прочесть 3 царств 11 главу 4 и Клисиастом 7 главу 26 полностью бытие 3 главу притчей 7 главу 21 и 22 стихи мы привели лишь 5 самых ярких пагубных последствий у этого явления когда искажается предназначение мужчин и женщин например в уравнивании доходов хотя их наверняка больше в итоге женщины утрачивают свою женственность и вместо хрупкой чуткой и нежной жены они превращаются во властных и самолюбивых девушек с веслом а мужчины ломаются и слабеют утрачивая мужское достоинство и способность мыслить здраво ради того чтобы оставаться при жене отсюда происходит и явление пьянства среди мужчин и альфонсы и слабохарактерность мужчин и абсурд однополых браков и депрессия надорванных женщин взявших на себя непосильную ношу предназначения мужчин все это можно назвать социально-гендерной деградацией если оценивать происходящее в отношениях современных женщин и мужчин в свете библии итак если подытожить тему этого видео предназначение мужчины в том чтобы быть главой над женщиной в семьях любого масштаба от личной до государственной и при условии послушания иегови любой мужчина прекрасно справляется с задачами возложенными на него при сотворении а предназначение женщины заключается в том чтобы быть любящей верной чуткой и нежной помощницей своему мужу матерью его детей уважая мужа признавая его главенство и доверяя ему принятие всех судьбоносных решений но поскольку в этом веке первая человеческая пара исказила свое предназначение с ролью главенства справляются далеко не все мужчины и случаи главенства женщин при наличии мужчин известны даже в народе бога именно поэтому и сам иегова вместо мужчин иногда использовал женщин в качестве руководителя и или пророка передающего слово бога если в момент продвижения его интересов иегова не находил подходящей кандидатуры среди мужчин например из библии известны судья и пророчица девора пророчица алдама и четыре дочери филиппа пророчествующие в эре христианства о них сообщается в суде 4 главе 4 стихе 4 царств 22 главе 14 в деяниях 21 главе 9 стихе также можете на эту тему посмотреть видео 172 кому интересно ну а мы рассмотрим пример деворы из книги судей 4 главы на нем проще всего понять причину почему иегова при наличии мужчин решил чтобы женщина возглавила израиль опишу важные мысли и судей 4 главы своими словами а вы можете вспомнить эту историю читая ее на экране читаю судей 4 главу с 1 по 9 когда предал господь Израиль в руки Иовина царя Ханаанского возопили они господу ибо он жестоко угнетал их 20 лет в то время была судьей Израиля Девора пророчица жена Лапидофова Девора призвала ворака и сказала ему повелевая тебе иегова пойди взойди на гору фавор и возьми с собой 10 тысяч человек и порази войско сесары военачальника Хананеев ворак сказал ей если ты пойдешь со мною пойду а если не пойдешь со мною не пойду она сказала ему пойти пойду с тобою только не тебе уже будет слава на сем пути в который ты идешь но в руки женщины предаст господь сесару и встала Девора и пошла с вораком в кедис на что здесь нужно обратить внимание во-первых у Деворы был муж лапидов но при наличии мужа бог избирает жену а во-вторых ну допустим муж Деворы к тому времени умер но ведь в Израиле было немало и других мужчин а выбор иеговы однако же все равно пал на Девору почему это поясняет текст 8 и судей 4 главы для того чтобы возглавить войско Израиля в войне против хананеев военачальником был назначен ворак военачальниками как известно в Израиле назначали самых храбрых и сильных мужчин можете сравнить например тексты и судей 11 главы 6 и первая паралипомен 12 глава 4 но 8 текст показывает что ворак отказался идти один показав тем самым что он не надеялся на силу воинов и помощи иеговы а положился на помощь женщины уж если таким слабым оказался военачальник над воинами Израиля то что говорить об остальных менее сильных и храбрых по сравнению с вораком то есть как показывает пример Деворы возглавляющий Израиль во времена эпохи судей если это необходимо то иегова иногда в виде исключения из общего правила главенства мужчин действует через женщин из своего народа послушных ему и обладающих теми качествами которые нужны для исполнения поручений Бога то же самое может наблюдаться и в христианстве можем открыть тексты Деяния 2 глава 18 и галатам 3 глава 26 стихи но поскольку в мирском сообществе иегова не действуют через женщин не следует ожидать что женщины в среде современных политических или государственных деятелей мирских стран это нормальное и богоугодное явление как мы узнали из этого видео министры по гендерному равенству желая уравнять мужчину и женщину в доходах вольно или невольно искажают предназначение женщин в замысле Бога сотворившего их а попытка исказить замысел иеговы предлагая внедрять другие предназначения для мужчин и женщин не что иное как противление Богу хотя в экономических вопросах оно не такое уж и явное увидеть вред от новшества министров гендерного равенства в уравнивании доходов и социального статуса мужчины и женщины можно лишь в том случае если анализировать предназначение мужчины и женщины в свете писания что мы только что и проделали в этом видео материал данного видео подготовлен свидетелями иеговы ящика ответов с огромной любовью ко всем кто ищет истину в Библии для тех кому сложно воспринимать материал на слух и кто желает тщательнее проработать текстописания упомянутый здесь в описании к этому видео есть ссылка на текстовый вариант данной информации а для новичков в описании к видео есть ссылка на базовую программу для углубленного изучения Библии с ее помощью вы научитесь усваивать материалы сайта ящика ответов любой сложности спасибо за внимание спасибо спасибо Продолжение следует...